Доброго времени суток. Я нахожусь возле Пантеона в 5 часов вечера. Хотела подняться наверх, но вышла накладка с панорамой. Надо приходить желательно до 3 часов дня, а еще лучше раньше, чтобы попасть наверх. Иначе просто как бы укомплектовано все, и я пришла в 4 часа и уже не пускали наверх, хотя Пантеон работает до 6 вечера. Я сняла два ролика в Пантеоне, внутри здания и я спустилась в Крипту. Хотя такие ролики у меня есть на канале, но будем считать, что я освежила воспоминания. И так как уже 5 часов вечера, тут есть что посмотреть, это Латинский квартал, но я думаю, что я сейчас зайду в церковь, которая находится рядом. Это очень красивая церковь. С виду она маленькая, но на самом деле внутри очень интересно. Она очень оригинальна. Идем посмотрим церковь. Сверху спускаются люди, я пооблизывалась сегодня, но иногда бывают накладки. Я так спонтанно приехала, посмотрела, что сегодня неветрено и рванула в город. Я живу не в центре Парижа, а сбоку, можно так сказать, в ближний пригород. Мне на метро 15 минут до Бастилии, до Площади Республики минут 20-25. Что есть возле Пантеона еще? Есть, конечно, известнейший университет Сарбонов, ну и парк Люксембург. А также есть музей, посвященный двум известным ученым Кюри. Автобус 24 идет прямо к моему дому. Почти. И два сразу подряд. Когда бастовали, мне надо было сюда приехать. Вот я на нем сюда приезжала от себя. У нас очень жарко, все раздеты, в футболках до 30 градусов на выходных. Сегодня-завтра. Называется площадь Сан-Женевев, ну так же, как и сама церковь. Иглис Сан-Итен-Димон. Это небольшая часовня с криптой. В крипту никогда не спускалась, не знаю, есть доступ к ней. И вот такая вот оригинальная, очень красивая церковь, часовня. Она внутри достаточно белая, необычная для таких церквей того времени. Много солнца, сегодня хорошее освещение, солнечно, 5 часов вечера. По архитектуре она оригинальная, одна в своем роде в Париже такая маленькая церковь, интересная. Спасибо. Спасибо. Для глубоко верующих людей. И это место будет очень интересно для посещения. Написано «Сервеву па». То есть возьмите хлеб, если хотите, бесплатно. Хлеба много. Мне вчера, правда, дали целый. Я заказывала половинку, пришла купить, а мне дали целый. Но можно взять половинку домой. Хрустящий, шикарный багет. Зашла поснимать церковь и взяла багет бесплатно. Спасибо церкви за багеты. Это как продолжение церкви. Такой большой зал есть. В конце самом. Здесь тихо. Многие люди, наверное, не знают, что есть продолжение. Что сюда еще можно попасть. Здесь вы увидите красивые и интересные витражи. По сути говоря, каждый витраж – это какая-то маленькая история, которую запечатлели на витраже. Говорю я не громко, так как я все-таки нахожусь в церкви. Не на улице, я не могу здесь кричать. Людей немного, но все-таки. Вот такая вот интересная церковь есть прямо рядом с пантеоном. Официальное название – Сан-Этьен-де-Монт. Красавица. Хотела погулять в парку в Люксембург, но уже поздновато. Наверное, я просто спущусь по этому кварталу от церкви вниз. Там проходит 10-я линия метро. Итак, это была церковь возле пантеона. Я потом укажу в названии, как она пишет, называется правильно. Пантеона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.